Сегодня главой государства подписано постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию издательской и полиграфической сферы. Документ запустит процесс ее комплексного перерождения. Поднят в постановлении и один из ключевых вопросов, требующих скорейшего решения, это учебники и учебные пособия. Как распределиться и укрепиться сила печатного слова в комментарии наших коллег. В последние годы в целях воспитания всесторонне развитого поколения, повышения их духовности, стимулирования интереса к знаниям, воспитания любви к книге по инициативе президента Узбекистана в стране предпринимаются конкретные практические меры. В частности, в своем послании у Али Мажлису глава государства особо подчеркнул, что нашей приоритетной задачей является воспитание подрастающего поколения достойными наших великих предков. Великие мыслители Востока говорили, самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний. Стремление овладевать современными знаниями, быть просвещенными и обладать высокой культурой должно стать для всех нас жизненной потребностью. Необходимо усовершенствовать школьные учебные программы на основе передового зарубежного опыта, пересмотреть учебную нагрузку и изучаемые дисциплины, привести их в соответствие с международными стандартами, повысить качество учебников и учебной литературы. Век технологических открытий и ноу-хау электронных гаджетов и приложений роль книги, казалось бы, должна отойти на второй план. Однако лучше носителей информации, чем книга, человечество, пожалуй, так и не изобрело. Да и не только с точки зрения информированности, а с позиции общего и духовного развития, особенно молодежи, значение страниц, неважно в каком переплете, трудно переоценить. Ведь фильм, экранизированный на основе какого-либо произведения, это чья-то версия происходящего, а когда читаешь сам, воображение в индивидуальном варианте может нарисовать абсолютно иные образы и содержания. Сегодня книга занимает важное место в нашем обществе, и читательская аудитория растет, в том числе за счет внимания главы государства к актуальному вопросу современности. Вместе с тем, нынешнее состояние работ в издательской и полиграфической сфере требует усиления конкурентной среды, предупреждения нарушений авторских прав, ограничения выпуска некачественной продукции, пересмотра порядка издания учебников и учебных пособий. В этой связи президентам было подписано постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию издательской и полиграфической сферы. Что именно изменится в рамках реализации документа? С 1 октября 2020 года отменяется государственное регулирование цен, то есть установление предельного уровня рентабельности при издании и переиздании учебников и учебно-методических комплексов за счет госбюджета и средств целевого книжного фонда. Отныне всецело внедряются рыночные механизмы ценообразования. Что следует из этого? Из этого следует, что Министерство народного образования в процессе закупки и учебно-методических пособий будет ориентироваться только на основании проводимых тендерных торгов в соответствии с законом о государственных закупках. Кроме того, необходимо отметить, что данным решением президента обуславливается исключительных прав издательств и полиграфической организации в Министерстве народного образования. Что позволит Министерству народного образования свободно формировать государственный заказ и, конечно же, повысить качество наших учебников для образовательных учреждений. При нынешнем развитии социальных сетей и электронных библиотек она утратила свою актуальность. Потому с 1 июля 2020 года внедряется система уведомления у полномоченного госоргана о начале издательской и полиграфической деятельности. Таким образом, лицензия и ее продление ушли в прошлое. А ведь в республике 160 издательств и 1712 полиграфических предприятий. На сегодняшний день у нас в республике находится десяток предприятий, которые оснащены самыми современными оборудованиями, которые отвечают мировым стандартам. И эти оборудования позволяют на сегодняшний день в республике Узбекистан около 100 миллионов книг могут производить все предприятия республики Узбекистан. И, естественно, эти предприятия все озабочены загрузкой своих типографий. Они хотят, чтобы постоянно была работа. В этих предприятиях работают высококвалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт работы в книжной сфере. Этот пункт в новом постановлении указывает то, что частные компании тоже могут свободно участвовать при печати учебных изданий. Почему частные компании заинтересованы в печати учебных изданий? Потому что это гарантированный заказ, это гарантированные оплаты. То есть мы знаем, мы уверены, что мы отпечатаем эту продукцию и мы получим вовремя свои средства. Помимо этого, с 1 января 2021 года отменяются отчисления фонд «ИДЖОД» при Союзе писателей Узбекистана с выручки полиграфических и издательских предприятий, которые теперь даже при выполнении госзаказа сами будут формировать ценовую политику. К тому же, с 1 сентября 2020 года представители сферы при издании учебников и учебно-методических пособий будут также ориентироваться на порядок, установленный законодательством о госзакупках. Сегодня подбор авторов и издание учебников и методических пособий без проведения тендеров прерогатива Агентства информации массовых коммуникаций и Министерства народного образования. Всего в этом учебном году учебников и методических пособий было издано в количестве 36,5 миллионов единиц. Около 26 миллионов приходится на мощности Агентства. И их продукция в связи с морально устаревшим оборудованием на выходе дороже, чем участников на 15-20%. В целом, в ряде стран размещение госзаказа осуществляется посредством тендера между негосударственными структурами. Потому для приватизации ряда издательско-полиграфических домов предлагается передать их Агентству по управлению госактивами с целью проведения качественного аудита и передачи в собственность потенциальным инвесторам, способным влить новую жизнь в их деятельность. Ведь, к примеру, на шести предприятиях Агентства информации и массовых коммуникаций имеется 492 единицы оборудования, 78% из которого превысило 30-летний рубеж. Потому-то коэффициент полезного действия на частных предприятиях в полтора-два раза выше. Проведенный анализ издательско-полиграфических предприятий показывает, что государственные предприятия в этом секторе работают с очень низкой эффективностью по сравнению с частными предприятиями. И анализ конкретных предприятий показывает, что в этих государственных предприятиях, не говоря о моральном и функциональном износе, еще изношенность основных средств и оборудования очень высока. В некоторых предприятиях превышает даже 80%. Это говорит о том, что эти государственные предприятия требуют очень больших инвестиций частного сектора. Поэтому главой государства было принять постановление о реализации трех из издательско-полиграфических государственных предприятий в частный сектор. К нами будут разработаны отдельные планы по приватизации данных предприятий с привлечением международных консалтовых компаний, потому что мы от этого ожидаем в первую очередь развития рынка, развития конкуренции на этом рынке, также улучшение качества производимой продукции и оказываемых услуг. В свою очередь в системе агентства образуются государственные предприятия «Узбекистан-нашриоте», которому передаются все авторские права на объекты интеллектуальной собственности, прекративших деятельность издательских домов, и государственное научное издательство «Узбекистан-мели-энциклопедиаса». И, пожалуй, один из ключевых вопросов, требующих скорейшего решения – учебники и учебные пособия. Их качество, как с точки зрения наполнения и содержания, а также качество переплета, вызывает немало нареканий со стороны специалистов. Бюджет реально почувствует экономию, потому что цены, естественно, будут уменьшаться. До этого момента при печати учебных изданий участвовали в основном государственные предприятия. До 2016 года, когда отсутствовала конвертация средств, была создана, естественно, монополия. То есть государственным предприятиям была возможность при закупе сырья конвертировать средства, а у частных этой возможности не было. Вот мы последние три года участвуем при печати учебных изданий, и мы чувствуем, что это хорошие заказы, что на них можно работать, и ребята, наши типографии загружены, и мы имеем возможность своевременно выплачивать хорошую зарплату, своевременно выплачивать кредиты, своевременно получать прибыли. Скажем, из-за неважной полиграфии их нужно переиздавать намного чаще, чем это предусмотрено нормативами. Что касается авторских прав, то они полностью передаются Министерству народного образования, и ему предстоит существенно повысить уровень предлагаемых авторами учебных комплексов. Планируется полностью пересмотреть деятельность Республиканского центра образования. На него возлагаются функции разработки образовательных стандартов и программ, учебных пособий, отбора авторов и составителей, проведение экспертизы учебников и выдачи научного заключения. Ну а профильному министерству поручено внедрить образовательную систему Steam в соответствии с зарубежными аналогами. В том числе вводится обязательная сертификация печатной продукции, предназначенной для учебных заведений. В прошлом году в Узбекистан было импортировано бумаги и полиграфической продукции на более чем 290 миллионов долларов, что на 23% больше, чем в 2018. Так что вопрос локализации также стоит на повестке дня. Ждем новых захватывающих литературных произведений и, конечно, качественных и содержательных учебников. Все-таки хочется, чтобы фантазия человека, и особенно ребенка, после прочтения книги наполнялась точными знаниями и креативом, а не неким набором слов и словосочетаний. Субтитры создавал DimaTorzok